Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это какое-то новое слово в напольном обветривании Девушки отдыхают 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 красный свет. Я думаю, что в этом городе, если ты куда-то хочешь доехать, ты должен нарушать правила. Тем более, чтобы какого-то хрена полиция за нарушение никогда никого не штрафует. Нахрена она вообще здесь нужна? Снова светофор? Ну ты подумай. А кого я обманываю? Все мы знаем, что ниггеры нихрена не знают правил дорожного движения. Потому что не учились в школе, а в Америке только в школе учат права машин. Ну, в школе учат водить машину, потом уже приходится к частному инструктору записываться, если ты не успел выучиться. Но откуда у Черного Мазова деньги на частного инструктора? Угу. Я не понимаю, зачем этот чувак угоняет машину. Он мог бы работать здесь, в шиномонтаже и менять резину зимнюю на летнюю два раза в год, получать много денег. Я оплачиваю счета за дом. Ладно, ладно, это все чертовски долго. Мы едем в Веспуччи, в какой-то, хочется сразу спросить, в Америго. А, ну, был такой, мэри-прав, мэри-плаватель какой-то. Вроде, что-то даже открыл. В Веспуччи. С такой фамилией опасно что-то открывать, не дай бог твоим имидем еще назовут. А, подожди, он не Америку ли открыл? Америго, Америка, ну. Америка, ну-ка, 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 ну-ка. Америка, ну-ка, 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 ну-ка. Например, как для площадки разворот 3 приема, чтобы со стороны посмотреть, как и зачем это все делается. Может быть, еще параллельная парковка. Ну и самое, наверное, всеми любимое, поворот на перекрестке налево. А также разворот на перекрестке, но учтите, что дорожное движение здесь очень близко к идеальному. Никто не проскакивает на желтый. И вообще все с радостью и при великим удовольствием останавливаются при виде вас, даже если у них горит зеленый свет. Ну, давайте попробуем, не знаю, развернуться на перекрестке. Ну, какой-то, блин, таксист. Какой-то таксист, сука, на какой он... Блин, а, нет, нормально. Так, чтобы развиваться на перекрестке, мы выезжаем на середину... на середину этого перекрестка. Обозначаем то, что мы будем поворачивать налево. Убедились, что все видели. И начинаем маневр. А, ну, когда тебе не надо крутить руль, а надо всего лишь нажимать стик на джойстике, это все очень шикарно и просто выглядит. Кстати, странные в Америке дороги. Я так погляжу, туда две полосы, сюда одна полоса. Чего, куда, как. Ну, и, конечно же, имитация пробки. У нас по пробкам все ездят сразу в три вида на двухполосной дороге. К черту эти все правила. О, что это за джипчик? Типа Хаммер. Это больше на наш УАЗ Патриот похоже. Сзади Хаммер, спереди ВАЗик. Трой квадратный. Наверное, Хаммер 3, типа. Совсем длинный сталк-лимузин. Не знаю, почему, но никто не едет. Почему-то всегда здесь... Не знаю, только для одной стороны горит зеленый свет. Я имею в виду, что не поперек они едут, кто-то один. Именно слева направо, допустим, едут все. С права налево стоят на красный. Какого-то хрена. Ещё и GTA 5, я думаю, может, как любая GTA убедить людей, что ездить на красный абсолютно безопасно. Потому что здесь никогда почти не бывает такого, чтобы проскакивая на красный, вас кто-то мочканул в бочину. Какой Porsche. О! Так. Две сплошные не помешают двум ниггерам получить удовольствие. Эй. Эй, дожди. Эй, детка, у нас есть две шоколадные палочки. Не хочешь погрызть Твикса? Ага. Тебе что, деньги не нужны? Какого хрена ты тогда сюда припёрлась в таком виде, проклятая расистка? А она заслужила. Сучка должна знать, кто главный. Кто чёрный, то ты прав. Ночью этот город наш. Ой, сколько здесь проституток. Господи, ну и город. Да съебал отсюда. Эй, ну давайте, два на два. Чувак, они не клюют на твою морду. Твоя внешность их отталкивает. Выйди отсюда. Сука, надо одному ездить. Думаю, два ниггера в белой машине вызывают слишком много подозрений. Думаю, два моего морда tomorrow. Сука, надо одному. Думаю, должно быть в одном из этих локов. Думаю, должно быть в истории твоей жизни. Мы должны, видимо, конфисковать взятый в кредиты неоплаченный мотоцикл. Я думаю, что этот скрытый муфутер хочет что-то. Эй, что ли? Ты в порядке? Нет, 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 нет! Открыть от меня! Открыть от Агентства! Да, ты думал, что я буду ударить твою б***ь. Он его вырубил в бесконтактном карате. Я видел, что удара не было, что он не достал до него кулаком. Но тот все равно упал. Бесконтактное карате существует. Я думаю, что этот нигг обучался в российском спецназе. Почему-то я на ютубе вижу столько видео, что российский спецназ владеет бесконтактным карате. Мне это всегда так радует мое сердце. Просто охереть можно. Блин, твоя б***ь – единственная вещь, что двигает в этом б***е. Блин, что я сделал в прошлом, чтобы удержать твою б***ь? Это рутинный лик, глядь. Смешно. 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 Опять жирный кот. Господи, в этом городе худые коты бывают. Посмотрите, это какой-то рыжий колобок с лапками. Ты должен знать, что блок делает отличие. Я чё-то сомневаюсь, что он на мышах так отожрался. И этот нигг хочет, чтобы я открывал гаражи, пока он стоит и смотрит. Ага, и тут же подошли латиносы, и начинается ниггер-момент. Ага, наш ниггер достал пушку, а это значит, что, сука, рэп-баттлом уже дело не обойдётся, придётся стрелять. Но все знают, что ниггеры хреновы, херовые стрелки, потому что, когда черномазый стреляет, он держит пушку боком. Он даже не пытается целиться. Б***ь, этот пистолет ещё попробуй достань. Какого хрена? Я вызову копов. Я пытаюсь найти кнопку, на которую он... На которую он достаёт арую. Вот она. Вот она. Ну а теперь как наверх? А, стиком ходьбы, конечно. Вот, ниггер не умеет стрелять, поэтому, когда черномазый затевает очередную перестрелку, в ней погибают в основном прохожие. Жаль, что в этой части при выстреле в бензобак машина не взрывается. Господи, какое управление на джойстике отстойное. Это просто космос. Зачем в игре нужен телефон, господи? Кому в него звонить? Здесь всегда нужно угнать тачку, доехать и спросить об этом... О чём-то лично. Да, взрыв смотрелся красиво. Надеюсь, копы, когда приедут, тоже его оценят. Вообще странно как-то эта часть ГТА начинается с того, что... С перестрелок, как бы, с лютых вообще. Раньше ГТА всегда было, что ты в начале лошара ездишь там, типа, отвези мою кобылу куда-нибудь на своё на лимузине, съезди там к вот этому чуваку, сделай что-нибудь по дешёвке. Займись какой-нибудь дешёвой работой, только потом ты... Вау. Вот это было красиво, с бензином. Только потом ты там поднимаешься по карьерной лестнице до такой величины, что тебе доверяет пистолет. Причём как в компании за негра, так в компании за серба, который нико... Зачем угодно. Добудьте байк. Да пока мы перелез... А, хорошо, что наши предки были обезьянами, мы лазим быстро. Мне кажется, что мы уже бы потеряли его из виду и хер бы его нашли. Хорошо, что в этом мотоцикле стоит GPS-датчик слежения, поставленный туда, видимо, агентами ЦРУ, и поэтому мы видим, куда он едет, я не знаю. Я не знаю, откуда они в курсе, где он. Чё там за зомби сейчас шатался по городу? Слева такой походкой. Каким-то раком машины можно отправлять в полёте, дабы приземлять её на колёса. Наверное, Нига в машине перекладывает с одного колена на другое свой огромный тяжёлый болт. Мастер-байк. Слева такой путь, дабы. Дабы. Да, ну а стоит тебе начать превышать скорость, и когда абсолютно все машины в этом городе начинают быть твоей помехой. Они стоят всегда у тебя на пути почему-то. Накинь по дороге поедем. Ох, черт, чувак! В этой части, наверное, нельзя Уже не нравилось стрелять из машины Итак, что же это за байк такой супер важный Какой-то обычный Обычная какая-то хренатень Чувак, главное, бесследно пропал Ничего нельзя было просто угнать другой байк Принести его, покрасить, как мы это делали во всех частях Угнанную машину он принимает, а мотоцикл что-то Или это дело принципа вернуть именно этот мотоцикл Отжать его у банды латиносов Думаю, это идет передел сфер влияния Среди бандитских группировок Как это сказать? Национальных группировок, национальных меньшинств Да, на монтике ездить немножко повеселее Но он что-то медленный какой-то Ой, а не можно дрифтануть Но немножко можно Ём, братан, зачитаем рэпчину А то я тебя умотаю в хламину Ниггер Официально тебе заявляют, ты конкретно ебнутый Задача была забрать мотоцикл, а не истребить этот картель Рэп мое оружие, слова мои патроны Но если вижу латиноса дерзко смотрящего Могу ей мольнуть из настоящего Иди-ка ты нахуй И не звони мне, пока справку с психушкой не надыбаешь А на что ты готов ради хип-хопа?